Я очень люблю рисовать, и сегодня я для вас открою дверь в разноцветную сказку. Субтитры создавал DimaTorzok Стиль наивной живописи Карла и Жерар, французской художницы, оказался близок своей душевной теплотой и милой радостью и педагогу, и детям. Все эти детские фантазии были воплощены руками учеников благодаря автору проекта «Рисующая школа» Толкачевой Алифтине Владимировне. Проект «Рисующая школа» получился не случайно. Ведь свобода творчества ребенка заключается не только в том, что мы рисуем на бумаге, но и даже в том, что мы рисуем на стене. Очень многие дети хотят рисовать на стене, но дома им запрещают это делать. А здесь полная свобода творчества. Здесь ребенок проявляет себя очень креативно. Идея нашего панно появилась неспроста, потому что мы хотели создать в классе праздник, мы хотели создать сказку. Мы хотели, чтобы дети приходили сюда и радовались тому, что видят. Поэтому сначала мы, конечно, нарисовали эскизы. Эскизы были разнообразные. Но мы хотели показать, что это именно сказочный артек, что это именно артековский пейзаж. Поэтому здесь у нас очень много элементов, которые связаны именно с артеком. Это и Медведь-гора, это и веселые детские корпуса. Если вы хотите окунуться в праздничную атмосферу детства, то обязательно прогуляйтесь по коридорам школы. Здесь вы увидите выставку рисунков с красивым названием «Улыбки весны». Цветное отражение находятся на стенах школьные проекты, стенгазеты, посвященные различным праздникам. Наравне с детскими рисунками школы украшают картины профессионалов, вдохновленные чеховскими местами. В таком месте приятно рисовать и заниматься творчеством. Здесь проявляется желание творить прекрасно и воплощать свои мечты в жизнь. Здесь кисть сама просится в руки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин